Анатолий Иванович Панов, доктор политических наук, профессор в БУ, Итрушский в повести временных лет. Часть первая. Да, уважаемые коллеги, в повести временных лет это не в кавычках, а в повести согласно русского языка по нашей вести, которая дает нам информацию о временных, то есть измененных годах. Лета, лето это года. Я заинтересовался этой темой, потому что, оказывается, нам все время говорят, что русские были, они не были, ничего не написали, откуда-то пришли, куда-то ушли. Оказывается, интернет нам даст такую возможность прекрасную, немножечко расширить наши знания и несколько опровергнуть устоявшиеся версии о том, что никто ничего не знает и их не было. Смотрите, ну это немного по истории. История. Часто нам иногда критики там говорят, что это истории написали из еврейской книги, ближе к нам от Тора, в скандинавском мифологии бог Тор, защитник людей, живущих в Мидгарде, срединный мир, и потом живущие в Средине. А это просто русское слово, несколько измененное. История из Сталии. Одну букву меняем, получается, история. То есть из древней истории. Далее. Далее пошло, наверное, это русский. Википедия дает где-то со страницы материала, но ни слова ни о славянах, ни о русских. Историки бьются над двумя проблемами. Откуда пришли, куда ушли. Но немножечко уже там начинается просветление. Когда мы сейчас посмотрим весь материал, тоже начинаем задумываться и, наверное, признаем, что все-таки это ни ниоткуда и ни никуда. Пожалуйста, дальше. Так, минуточку. Смотрите, что получается. Главная книга Эдрусского. Судная книга. Книга суда. Книга уже дошла до нас. Отрывками, разрывками, частично. Передачей и так далее. Но уже, значит, нечто есть и нечто было. В словаре Сефона Ризантийского тоже упоминается. Эдруска. Это называли себя еще Россиями. Далее. Очень много внимания уделил расследованию этрусского итальянский ученый Чиампи. Ее называют. Себастьяна Чиампи. 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 Он выдвинул версию славянского происхождения этрусского. Далее. Нет, нет, нет. Повторяйте, пожалуйста. Да. Этрусские вели дали законы и так далее и там подобное, и там подобное. Единственное, что сразу скажу. У меня возникает до сих пор вопрос. На всяких глиняных там кувшинах, пластинах, на всяких саркофагах. Этрусские бегают без штанов с луками, со стрелами, с копьями. И рядом сверх великолепные архитектурные, скажем, строения. Жарко. Да, но жарко это без штанов. А вот такие строения построить рядом лук со стрелами и такое строение. Я сегодня понимаю, да, сегодня с луками и стрелами где-то бегают. В то же время вверх технология и истребитель весь напичканный электроникой летает. Это вот самый главный вопрос, который я, которым столкнулся, изучая русскую. Минуточку. Наш дешифровщик древних языков, я на нем еще останавливаюсь, Петр Орешкин. Также в книге «Бавилонский фонармен» тоже остановился на славянском прохождении этого сказка. Чертков, Александр Чертков. Славян. Далее. Очень много сделал Тадеуш Воланский, поляк, славянин, естественно. Вот. А, минуточку не убирайте. Автор, чтобы изучить текст, он, все тексты не читаемые. Это русское, значит, не читаемое. А почему? Пытались читать с языка, с латыницей. Латиницей. Понимаете, совсем забыл одну хитрость этих этрусков. То, что они писали слева направо раз, справа налево писали раз и писали обратным зеркальным способом. И все путались, что это такое. Мы увидим, что уже огромное количество расшифровано и так далее. Вот он сопоставил Алфа и Тазбуку, значит, этрусков и Кириллицу. Вы увидите, что очень много сходного. Очень много сходного. Да. Но теперь опять, почему все затирается, замалчивается. А то, что его приговорили к сожжению. За это книги стали сжигать в Польше. Вся католическая церковь, христианская, божественная, по их мнению, стала сжечь его книги. И его посадили, и требовали его, из уитой, его сжечь в Польше. Вмешался, по одним сведениям Александр Первый, по другим Николай Первый. Я так и не разобрался точно. Но по разным сведениям. Так что вмешался, взял его в Россию, и он там книгу эту опубликовал. Самое интересное, что в настоящее время известно более 12 тысяч русских надписей. Часть из них уже расшифрована. Представляете? Второе. Здесь интересное вот что. Посмотрите внимательно. Это что? Следите за движением они указки. Это лабиринт. Это спираль. Так что, она была уже тогда известна? Поднимите, пожалуйста. Такую спираль я видел у нас в Воронеже и на Аркаине. Связь есть? Есть. Далее. Надпись. Ну, в переводе уже. Чтим жизнь. Чтим жизнь. Четко и ясно. Пожалуйста, дальше. Минуточку. Минуточку. В советской энциклопедии. Я вот такие вещи брал для того, чтобы стереть некоторые противоречия или неизвестности, якобы. В советской энциклопедии было написано, в Большой Советской, что Трою организовали Пелазги. Они же Эдовские. Что-то мы так организовали. Создали. Построили, да. Но вы же не забывайте, что у нас есть город Троица. Тоже связь какая-то. Это такой пласт для изучения историков, что там тысячу докторских можно, наверное, сделать. Нет, нет. В 726 году, не так давно, была открыта Этруская Академия. Ребята, да какие же они неизвестны. Если бы уже Этруская Академия была создана. В музеях Италии, чуть ниже, подождите. В музеях Италии находятся документальные, наху ломятся от предметов искусств Этруска. Но самое интересное, по-моему, там ниже есть, но я вам скажу сразу, что в Ватикане, в музее Ватикана был зал, посвященный Этрускому. И самое интересное. Туда не допускали славян и болгар, русских и болгар. Чтобы они раньше времени, ну, все равно, видите, правда вылезла наружу, не прочитали надписи, которые забили в мозги, зомбировали народ, что они не читали. А вот посмотрите теперь на рисунки эти. Они же нам родные. Ну, пусть это известный шлем, это не шлем, щит. Ну, может быть, он похож на все какие щиты были в то время. Но, это же, это римский. А вот знаем, что Рим, почти все историки на то, что Рим после Этруска был. И Этруски как бы были Римом, ну, нивелированы, я бы так сказал. А теперь вот это посмотрите. Ведь это женщина-кокошники в русском, национальном, национальном, национальном кокошнике. А это что такое? Так это наш родной Змея Горыныч. Треволавый. Все, поднимите, наверное, дальше. Ну, то, что... Остановитесь. Нет, нет, поняли. Посмотрите. Ну, это понятно. Понятно. Еще поднимите. А посмотрите одинаковые строения. Я рассматриваю такой метод изучения, точнее, применяю. Где-то срабатывает, где-то нет, это понятно. Метод аналогии. Это... Это русский. Это государство со столицей... Государство со столицей осмода, Эритрея, на берегу Красного моря. Это... Вот он, вот он, точнее. А это Эритрея. Понимите, пожалуйста, выше. А это что? А это Аркаим, наша родная, Челябинская область. Нет, туда же гробницы. Где гробницы? Вот там, мыши, мыши. Вот это? Нет, мыши. Еще еще. Вот это? Да. Это жилище. Нет, это гробницы. Вот это гробницы. Это жилище. Я имею в виду по форме построения. Бог с ним вкусит, что это гробница, здесь я же думаю, что. Бог с ним пусть будет. Это тоже гробницы. Нет, это пирамидальные все... Здесь что, это все гробницы? Я говорю про Этрусска. А, давайте дальше, дальше. Бог с ним, понимаете. Вот я взял карту Великой Тартарии. Вот она есть, выделена немного на карте Великой Тартарии. На одной из них более-менее качественная, ну, понимаете, разрешенность. Я решил найти, значит, Этрусска. Вот они, примерно. Они уже есть. Надписи, правда, не просматриваются. Я имею в виду надписи на карте. Но один наш товарищ, Этмитрий Росов, а, наверное, у нас здесь не будет, Пиманов, телеведущий, его товарищ украдкой сфотографировал карту внутри Ватикана. И там, Этрусское государство, которое уходило, по его мнению, он не доказывает ничего, просто двигает версию, когда они уходили, то они уходили и вернулись, куда думаете, в Киевскую Русь. Химеры, а это другой несколько вопрос. Это генетические эксперименты древних. Я так это называю. И больше можно никак не называть. Они везде есть, и вы можете их посмотреть. Хвост змея, прямо из тела растет коза, ну и так далее. Давайте дальше. Давайте дальше. А это что такое? Это же наша сказка Садко. Вот, пожалуйста, помните птица Феникса. А вот она у них. Это у русских, у россиян, у славян. А это что? А это такое изображение у Этрусского. Да я в детстве такую свистульку у старьевщика покупал. Это что, генетическая память? Славянский ген? Пожалуйста, слышите. А это то же самое химеры. Посмотрите. Летал. Птица-человек. Откуда у тех Этрусского, которые нарисовали на глиняных этих черепках, там, на кувшинах, откуда у них в мозгах могло быть вот это? С точки зрения, у них фантазия больная была, соединить человека с лошадью. Или они видели это? Таких рядом с собой. Пожалуйста, дальше. Минуточку, минуточку сюда. Внизу чуть-чуть. Версии понятно, что куда она уходила и как ушла. Одну минутку. Вот посмотрите теперь, как один из вариантов ухода Этрусского. Развитое государство, которое, как все государства, люди имеют что? Рождение, развитие и упадок. Прекрасно развитое государство, небольшое там и так далее. Рядом потихонечку город растет. У них, кстати, тоже городская система была, то есть города типа государства. Растет Рим, потихоньку набирает силу. Я выдвигаю только версию. Растет Рим, выдвигается. Часть туда перешла, часть сюда и так далее. И Рим начинает различными способами разрушать это русское государство Этрую. Что получается в результате? В результате римское правило разделяя в масло. Так я уже говорю как политолог. Разделяя в масло. Разделили. Часть Этрусков ушла добровольно-недобровольно в Рим. Часть уничтожили. Часть ушла в Киевскую Русь. Но все равно Русь русская. И так далее. Один из первых правителей Рима, их было три. Были Этруски, Арквини. Это вот все уже проходит. Уже ученые, те, которые глубоко занимались всю жизнь. И Воланский, и Чертков, и так далее. Это они уже установили. По надписям, по артефактам и так далее. А что получается дальше? Что получается всегда? Когда Ельцин сказал, берите... Чего он там сказал? Берите. Да, суверенитет сколько хотите, да? Нет, выше. Берите... А что получается? Получается раздробление. И когда Эртрули, то есть Этруски, стали дробиться, и каждый город стал самостоятельно выдвигать свое все, как у нас сегодня республики появились и так далее, и там подобное, то они начали деградировать. Деградировать. И первый признак деградации – это отсутствие детей. И мы видим по аналогии сегодня, что в России происходит то же самое, что произошло в Этруле. У Этрусского. Кто деградирует? Куда? Дальше, дальше. Дальше. Да, ну у нас уже прямо... Умилев сказал, что у русских на последнем этапе своего развития не деградирует и выходит с исторической азии. Теперь по поводу связи Иван Грозный. Мы такого не знали, наверное, из наших историй, что Иван Грозный связывал свою родословную с... в Торквине, что его оттуда пошла родословная. А теперь смотрим. Давайте просто... Ну, какие все. Они выходят через Черное море, сюда поднимаются, к Донцу, где я тоже родился. Вот. И, понимаете, а там появляется Иван Грозный у дедушки, у бабушки, у какого-то... И, пожалуйста, вот вам эта русская. Далее. Культура. Культуру мы посмотрели. Самые сложнейшие, самые сложнейшие изображения, артефакты там были. Там были. Нам остается только что сегодня. Появился бы новый Насовский Фоменко, пусть его критикуют как угодно. Но нужно сопоставить временные рамки. Когда, где, что на сегодня из официальных сначала источников. И когда начнет где-то что-то не сопоставляться, тогда можно это подровнять. И тогда более или менее наше прошлое вылезет. Еще раз подчеркиваю, завтра я буду выступать. Ребята, и материалов по этруссии, по этрурии, по этруском очень много. В первую очередь занялись этим делом иностранцы, потому что у нас уничтожена была Петром, Ложепетром, вся наука. А потом пошли и наши. И пошли наши до сегодняшнего дня. И докторские пишут и так далее. И более-менее пишут. Объективно. Спасибо за внимание. У меня вопрос есть. Как раз перед этим и я выступал, между прочим. И говорил о том, что в будущем вот это будет развеяние на... Не то, что Города государственная, а это полис. А полис это что-то такое, да? И вот я хотел спросить, ведь это может как давать развитие внутри отдельного полиса, так же и деградации. То есть это распеяние действительно государственного в целом. Вы вообще как считаете, что русские действительно их выжили или они сами в этом в общем тушили? Так вот концептуально в целом. Может быть раньше все же они захватили, да, Рим, но ушли сами? В Риме растворили. Это я спрашиваю у докладчиков. Смотрите, вы видели там картинку по поводу количества рождаемых детей. Сегодня Европа на наших глазах, нам повезло, растворяется. Франция, Дания уже, они не рождают своих детей. Растворяется. Это один из путей. Второй путь захват и растворение уже в побежденных, среди побежденных. Тоже такой путь я допускаю, что возможно он был. А вот по поводу того, что как бы будущее, какое лучшее? Сегодня мы мыслим, даже те, которые мысли, тем, что у нас есть в голове. Понимаете? То есть нас, понимаете? Понимаете в чем дело? Завтра будет измененное наше сознание. И мы будем спокойно ходить на одной ноге или мыслить с контактами с инопланетянами, какими там не было и кому угодно и так далее. Ну, то, что я выступал. Да, 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 совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому мы можем варианты развития человеческого общества рассматривать, но как именно будет завтра, никакой гарантии нет. Есть такое хорошее выражение. Мы предполагаем, а Бог располагает. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Ну что, объявляйте? Сейчас, сейчас, сейчас. Так, только без внучки.